Астанинский экономический форум По словам Михаэля Глосса, министра экономики в первом правительстве Ангела Меркель, Казахстан намерен играть важную роль в мировой экономике и стремиться к достижению высоких стандартов. Секторы экономики, в которых Казахстан заинтересован особенно, это строительство, транспорт, инвестиции в машиностроение, а также развитие современных способов производства энергии, в том числе из возобновляемых источников. Но главное условие развития – стабильность мировой финансовой системы. Многие эксперты выражают сомнения в устойчивости нынешней валютной системы, основанной на долларе. Невозможно проводить крепкую кредитно-денежную политику без сильных финансов. Я надеюсь, что в будущем надежность доллара как валюты восстановится и будет привязана к золоту, несмотря на то, что эта мера рассматривается как крайняя. Но в США события тоже не стоят на месте. И я думаю, что во всем мире существует большой интерес к золоту, как к возможной универсальной единице расчетов. Канадец Роберт Манделл, лауреат Нобелевской премии 1999 года, один из отцов-основателей евро, резко критикует текущую политику управления задолженностью, которая, по его мнению, угрожает значительно ослабить мировую финансовую систему. Этот синдром наблюдается в западном мире. Все демократические страны грешат ростом задолженности. Происходящее сегодня явилось следствием того, что политики хотят выполнять требования электората, которые просят все больше и больше социальных выплат, и правительством для этого приходится занимать все больше и больше. Если уж финансовая система США и стран еврозоны пошатнулась под горой долгов, то развивающиеся экономики могут пострадать гораздо сильнее, управляющие Центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов, такую ситуацию считают несправедливой. Из-за глобального финансового кризиса реформирование кредитно-денежной политики имеет огромное значение. Голос небольших развивающихся рыночных экономик должен быть услышан. Я полагаю, что в данный момент такие страны в глобальном диалоге представлены слабо. Но только лишь участие в дискуссиях недостаточно, полагает экс-президент Боливии Хорхе Кирога. Может ли большая двадцатка дать адекватный ответ на все наши проблемы? Возможно, что нет, но то, что мы имеем сегодня, гораздо лучше предыдущих вариантов. Меня часто спрашивают, каким, по моему представлению, должен быть идеальный размер такой группы. Если бы моя страна была 15-й по счету, я бы сказал, что у группы из 15-ти. Если вы 35-я по счету экономика, то тогда вы хотели бы группу из 35-ти. Недовольные найдутся всегда. Развивающиеся экономики во всем мире требуют от развитых стран проявлять больше ответственности на глобальном уровне. Форум завершился, но более тесное международное сотрудничество остается на повестке дня. Проходившие в Астане дискуссии показали, что международная финансовая система нуждается в реформах. Казахстан, будучи важной для Центральной Азии развивающейся экономикой, хочет внести свой вклад в этот процесс, установив диалог между континентами. Из Астаны, Штефан Гробе для Евроньюз. Казахстан Гробе, Евроньюз.